уважаемые дамы и господа равен 88 снова приветствует вас и сегодня у нас 31 октября 2021 года и мое хлебное пиво номер 15 сегодня я буду разливать по бутылочкам на карбонизацию то есть на окончательное созревание этого пива хлебного и так значит вот сама бродильная емкость вот вы видите пиво номер 15 27 октября 2021 года я поставил на сбраживание то есть на первичное сбраживание и сегодня я буду разливать по бутылочкам таким каждая бутылочка у меня подписано то что это пиво номер 15 соответственно дата разлива сегодня 31 октября и значит вес декстрозы в граммах сколько будет значит в каждой бутылочке вот декстроза я уже рассыпал значит у меня будут пластиковые бутылочки и будет одна вот такая стеклянная с бугельной пробкой я ее приобрел в значит в магазине домашний винокур стоит она 65 рублей также сегодня значит замеряю плотность этого хлебного сусла и вот у меня такая вот мерная бутылочка 400 граммовая я хочу значит замерить точное количество вот 600 миллилитров каждый такой пластиковой бутылочки с красной пробочкой должно быть вот я хочу замерить и значит уже более точно ставить вот такие вот меточки видите вот я ставлю меточки это меточки по которым будет сдавливаться лишний воздух из бутылочек то есть вот так все это будет значит практически полностью сбраживание остановилась но она еще как бы вялотекущее идет вот видите вот гидрозатвор то есть водка затвор потихонечку вот я сейчас переставлял и немножко вот изменилась вот это положение гидрозатворе да потихоньку все равно там еще процесс сбраживания не остановился но так в принципе очень хорошо то есть он еще не успел закончиться но он продолжится значит вот этих бутылочках значит вот я все приготовил здесь у меня рецепт записан значит этого хлебного пива номер 15 и значит сегодня я еще буду сюда записывать показания реуметра вот ну что я приступаю соответственно все буду вам дальше показывать что будет происходить вот все пошагово буду рассказывать и ничего постараюсь на продолжаем и так напомню дамы и господа то что я рекомендую наливать не сразу целые бутылочки а понемножку то есть вот по чуть-чуть налить чтобы декстрозу растворить в бутылочках взболтать все это дело вот а потом уже все равномерно разливать постепенно лучше как бы делать так вот столько у меня уже как бы израсходовано из бродильной емкости да еще могу показать что происходит внутри как вот этот процесс сбраживания вот видите вот вот это хлебное сусло вот когда сбраживала такая вот каемочка от дрожжей образовалась вот то есть полностью живое сусло аромат такой нежный пивной идет вот напомню то что здесь я использовал московский ранний хмель гранулированный 5 грамм на вот эту значит бродильную емкость в которой 6 литров 600 миллилитров значит жидкости скажем так так продолжаем дальше а еще чуть не забыл померил я а значит плотность прибором реометром и показала значит вот такие вот результаты то есть сбродила все если вот первичная начальная плотность была 7 с половиной тире 9 процентов сахаров то здесь значит все это дело дрожжики переработали и даже в минус ушло минус 1 от нуля то есть сухое можно сказать полностью вот но в принципе вот такой вот результат и так прерываемся потом дальше вам все буду показывать и рассказывать уже после того когда я все это дело подготовлю для карбонизации и созревания я мои посмотрите какая красота разлил я свое пиво номер 15 хлебная по бутылочкам бутылочки пластиковой емкостью 0 6 литра и стеклянная бутылочка 0 5 литра и вот здесь еще у меня в такой вот медицинской мензурки праймера я оставил видите он такой мутный достаточно с осадком поставлю его в холодильник пусть он у меня будет потом может быть что-то попробую закарбонизировать на этом праймере и так вот посмотрите какие красивые бутылочки янтарные просто супер сейчас я с них буду значит выдавливать воздух но и потом вам дальше покажу что буду делать то есть сейчас воздух с них выдавится и уже можно и ставить на созревание созревательные у меня будут вот здесь в уголку за столом рядом с батареей где-то трое суток может быть четверо суток но посмотрим а потом уже надо будет убирать на балкон на лоджию значит на уличную температуру сейчас такая прохладка как раз для созревания самое то будет да господа полностью подготовил я бутылки для созревания моего хлебного пива номер 15 вот видите значит под пробками полностью воздух я выдавил вот бутылочки они такие вот вот такие вот всех заметные но в процессе созревания они будут выпрямляться и здесь будет появляться углекислый газ вот видите да какая красота все момент истины теперь эти все бутылочки буду ставить на созревание свой уголок чтобы никто не уволок вот здесь они у меня будут созревать здесь им будет хорошо достаточно так все бутылочки постепенно я туда буду отправлять вот вторая бутылочка третье вот они какие они у меня тут красавцы стоят здесь они будут созревать просто сердце радуется как им тут хорошо будет еще вот эти три и все а праймер я уже в холодильник час отнесу посмотреть какой осадок там выпал на праймере просто лютый а будет еще больше то у меня где-то 320 грамм этого праймера получилось все вот смотрите дамы и господа какая прелесть 6 пластиковых бутылочек по 06 и 1 стеклянная 05 все созревает они у меня здесь при температуре сейчас у меня температура сейчас я вам скажу сколько 26 градусов комнатная температура у меня будут созревать в трое тире четверо суток все прощаюсь с вами значит потом дальше все буду показывать я мои происходить и вот наступила сегодня 4 ноября 2021 года моё пиво номер 15 которое я разлил по бутылочкам 31 октября 2021 года уже готова для того чтобы отправиться на лоджию для созревания в течение двух недель четыре денька у меня она простояла при комнатной температуре при 25 тире 26 градусах вот все бутылочки вздулись если вы помните когда я приготовлю пиво я полностью значит воздух убирал теперь вот видите меточки вот эти то есть все это дело все в полном порядке в полном ажуре процесс созревания пиво здесь у меня тестовая бутылочка здесь я выяснял сколько же на самом деле 600 миллилитров бутылки вот видите вот эта отметка значит здесь получается больше по 650 миллилитров в каждой бутылочке вот посмотрите какой изумительный осадок от пивных дрожжей т-58 его практически нет вот если от совмомент достаточно большой осадок от хлебопекарных дрожжиков то здесь от пивных просто вообще замечательно посолить кого красивый цвет янтарный насыщенный просто супер и так дамы и господа отправляя я значит свое сокровище для дальнейшего созревания на лоджию там сейчас у меня 7 градусов просто температура просто супер ну как и на улице и надо пользоваться вот тем временем года чтобы свое вот это хлебное пиво приготовить на высшем уровне и так прерываемся всего всем самого хорошего теперь я думаю будем встречаться на дегустации этого пива номер 15 хлебного а тут у меня как раз вот хрюкает мое будущее пиво номер 17 вот она видите да как и замечательно она у меня здесь затаилась и соответственно тоже скоро она у меня уже будет разливаться по бутылочкам вот всего всем самого хорошего всех обнимаю целую до новых встреч